добрый день сегодня мы открываем на канале финверсия цикл передач мы не знаем пока сколько он продлится но надеюсь что долго посвященный тому что мы долгое время практически избегали по крайней мере уж точно не говорили о нем системно это российский фондовый рынок тот самый фондовый рынок который сегодня у кого-то вызывает нервный смех ну может быть даже истерический припадок с одной стороны а с другой стороны вот по моим ощущениям именно сейчас он дошел до того состояния над которым я прежде смеялся что все время говорят недооцененный и каждый раз он после этого падает и говорят вот теперь он точно недооцененный вот мне показалось что во первых сейчас действительно та самая вот нижняя планка или дно говоря так эмоционально отрицательно на котором уже можно поработать это раз второй момент что просто физически занимением гербовый пишем на простой и для многих российских инвесторов российский рынок остается в единственном куда есть полноценный доступ это два и третий момент это конечно те самые пресловутые инфраструктурные риски и на российском рынке мы что что но чувствуем себя в общем то безопасность поэтому вместе с финансовым брокером август мы открываем такой цикл передач где будем говорить о том что происходит на рынке и о конкретных эмитентов с которыми теоретически с учетом всех рисков возможностей различных версий можно поработать и мои спарит партнеры в этом разговоре игорь сайф акционер финансового брокера август и алексей бичаров который наши зрители хорошо знают но в данном случае алексей выступает как управляющий активами финансового брокера август коллеги добрый день добрый день ян добрый день всем алексей правда сегодня не в привычных своих красных подтяжках после которого уже многие знают сигнал что на покупать но он желтых это в честь приезда понятно товарища си в москву что кстати считается что повлияло на рынок позитивно вот вы как относитесь к этой такой политико-экономической версии до интересны на самом деле события мне кажется очень знаковая но поскольку мы говорим больше про экономику про рынок да то есть давайте рассматривать это не как политическая пока 10 до скорей к экономической и вот что мне понравилось из того что я прочел дав в сми по по итогам совещаний да что в общем то основная тональность которая была выдержана среди си до их владимир владимировичем она заключалась именно в том что разговор ставят по крайней мере на общую публику да именно шел про экономику то есть почти не было заявлений сделано что это какой-то военный блок или там какой-то иной блок политический да то есть был разговор об углублении сотрудничества наращивание взаимодействия до были подписаны по пусть пока еще не контракты да то есть но намерение да на дальнейшее развитие вот этих торговых взаимоотношений наверное это очень хороший сигнал прежде всего не только нам как жителям страны не только да там китайцам как народу да но в том числе и западу что мы как бы показываем что мы прежде всего решаем вопросы экономического характера и хотим оставаться в этом поле понятно что они там решали за кадром интересует другой момент вот как теперь уже новоиспеченному акционеру по ряду российских имитентов что вот этот приезд это конъюнктурное какое-то колебание да или этот визит эти переговоры вот эта публичная часть дала сигнал что грубо говоря наши имитенты будут иметь рынки сбыта я думаю что это это что будут иметь рынки сбыта но и второй мне кажется сигнал который явно не звучит это то что на смену например тех желающих отсюда кто готов уйти придут другие из азиатских стран и это тоже важный момент потому что у китая исторически всегда была проблема входить на какие-то рынки и зачастую не пускали да и не удовольствовались например там той же африкой да и более бедными регионами сейчас они вполне реально могут занять определенную нишу в российском рынке просто африка расширилась ну а если серьезно меня знаешь что беспокоит вот как раз как инвестор не то что беспокоит на вот зона такая вопрос что все-таки это колебание достаточно конъюнктурно на эту новость или условно говоря дивидендов сбербанка сногсшибательных в том что наконец-таки маякс вышел за уровень 2300 пунктов вес вот истории с дивидендами более такой рыночный все-таки надеюсь больше чем вес истории с визитом дядюшки си потому что иначе нам как акционерам российских комитетов придется замолиться дядюшка си не уезжай оставайся с нами вот не будет ли здесь колебания коллеги ну я вот выскажу свое мнение там игорь там свое выскажет я считаю что конечно сейчас больше конъюнктурщины несомненно то есть сейчас это больше конъюнктурный вопрос да потому что даже те договоренности которые условно были достигнуты в публичном пространстве между сайт это все долгосрочные идеи долгосрочная игра и раз уж ты вспомнил о сбербанке то понятно что если сейчас сбербанк готов в дать в дивидендов существенно больше до чем-то прибыль который он получил то опять же это не вопрос такой скажем поэтапного развития да то есть мы скорее всего видим момент что государство через такой механизм на пополняет свой бюджет до в том числе через выплату ну и в том числе в биржевик то что когда она пополняет свой бюджет так они из сирии а зачем мне как с газпорумом попытка была зачем мне делиться с миноритариями я через ндп и пополню то за такое пополнение бюджета я могу сказать я обеими руками за да это согласен но просто именно мы же чтобы выделили конъюнктурный вопрос да или никого то я считаю что я как конъюнк вес вот смотри я впервые открыл российский маленький портфельщик у меня рос там за три недели 4 процента там три процента на объективных вещах и один процент от дядюшки си или не дай бог наоборот узнать узнать на какой рейс купил билет дядюшка си срочно фиксироваться или все-таки сказать о кажется это она кажется пошло нет вот мое мнение что это все-таки конъюнктурная сейчас вещь да и мы увидим скорее прозрачу увидим коррект я считаю честно говоря что как бы политики не место финансах как бы и как бы вся прибыль это циферки пока визите мы не видим никаких результатов но только заявление политику не расценивают инвесторы может быть какого-то хайпа можно попробовать словить но честно говоря российский рынок фондовый рынок давно этим не живет этими лозунгами пытается потихонечку там считать экономику считать доходности считать доходности на капитал и смотреть куда двигаться ну а как сейчас когда половина отчетов как не то что полностью закрыт но в каком-то тумане как минимум это большая проблема конечно же можно посчитать доходность того же сбера да там скажем как как те за дивиденды которые заявлены можно посчитать на основании того что как минимум там скажем сейчас купить или там посмотреть по каким ценам можно продать потому что не такая высокая доходность и не так радужно все по рынку акций с учетом того что доходности по облигациям государственного займа примерно похожих доходностях и мы соответственно сейчас увидим ценник который будет ставить в пользу по доходности по надежности в пользу офз нежели там скажем ждать возможности распределение еще больших прибыли там каких-то ну тем не менее мы договорим об имитентах о рынке акций прежде всего хотя тоже не помешает если инвестор принял решение работать на российском рынке от радости или а там от ущемления возможностей но принял да такое огромное количество и возникает такой вот момент что вопрос об отчетности закрытые я например советовал в этом случае ориентироваться и сам это начал делать ориентироваться на те компании чей бизнес условно говоря наименьше зависит от санкций может быть в наибольшей степени ориентирован на внутренний рынок что даже если отчетность закрыта но мы можем себе позволить такое предположение ну то есть мне трудно поверить что если даже магнит закрыл бы отчетность что у него принципиально что-то изменилось вот как вам такой подход представляется разумным в целом наверное да это подход правильный да то есть ориентируемся там на своего производителя да на свой бизнес да надеемся что он получил тоже своего рода карбланш как в 98 году после да то есть наш бизнес очень хороший карблан получите как я люблю шутить пиво факс да я когда ходил в институт в 97 до пиво факс стоило 6 рублей пиво балтика стоило 6 да то есть а после 98 я сразу купить балтику да потому что осталось 6 или 7 до пиво факс осталось 30 до 30 вот такая была вещь и купил акции балтики да тогда еще акциями не задержался но смысл да что вот производитель внутри получает за счет вот этих ограничений да и за счет в принципе ухода компании до хороший пинок да и воспользуется он этим будем надеяться что воспользуйся как и было 98 году да не это не совсем сопоставимые вещи несомненно но это есть но здесь есть проблема что вот этот вот ну скажем так совокупность компаний которые вот такие вот чисто внутренние их на самом деле очень маленький вес до на российском рынке все-таки все наши основные там мастодонты да это мы с не брать банки то есть это все окружены кроме мирового да 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 а них ну а панцы обслуживают эти процессы то есть тоже да малости есть такая беда есть конечно но тем не менее вот на то что российский рынок скорее жив чем мертвый мне кажется очевидно очевидно более того на мой взгляд честно говоря текущие проблемы показывают по некоторым ими имитентом дают как бы но так скажем стресс-тест на живца да и как бы ну то есть на реальном времени на практике и в принципе как бы не надо читать отчетности ему в каких-то моментах и как бы и делать эти прогнозы по стресс-тест потому что как бы вот он стресс-тест на лицо очевиден очевиден вот он как бы случился один из самых плохих сценариев наверное там который рассматривалось там год назад или два или три соответственно здесь имитенты могут показывать то надежности в которую можно собственно говоря в каких-то положительных сценарий дальнейшего решения проблемы скажем надежно верить не правильно понимаешь и предлагает относиться к комитентам российского как тараканам что если их даже то не до судали задушить на самом-то деле идея это совершенно правильно они же пережили вертеться как бы мы если инвестор внутри россии загнан конечно как-то ну а чё решить мне кажется что российскую инвестору сейчас вот вот мы всегда говорили доля акций доля облигация сейчас доля юмора должно быть в портфелях доля юмора диверсификации и слабости а вот если поговорить его лидерах роста и падения давайте вот конкретно посмотрим с этой точки зрения кто показал наибольшее движение на российском рынке с начала 2023 года пройдя вот этот стресс-тест о котором игорь говорит давай игорь что-то озвучит там очень интересная картинка с кого начнем с похоже с хорошего но я бы отметил просто сначала наверное как бы индустрии это собственно говоря вот очень интересно прикольно выстрелил сначала голод года красный октябрь как индустрия собственно говоря конфеток всего сладости и какой-то не только юмора но их сладкой жизни как бы стране а в два остальных эмитента все а сколько уже с января месяца зафиксирована доходность двести пятьдесят девять процентов мама дорогая в годовом исчислении там как бы в принципе не сравниться с биткоином вот не могу сказать что нужно как бы рекомендовать сейчас покупать эту бумагу раз про красный октябрь конкретно это действительно очень интересная история вот потому что если посмотреть на историю деятельности красного октября да то есть там основной акционер это группа гута и но группа гута она очень своеобразно вообще пас принципу ведения бизнеса по принципу построения очень своеобразные те люди акционеры интересно отметить что сама группу гута никогда не стремилась развивать красный октябрь вот именно с позиций такой классической агентарной компании публичный на совсем более того там были не раз замечены такие штуки сделки связанные с тем что например там красный октябрь покупал какую долю в гута вских других проектах специально да ну вот и так далее поэтому не по профилю не по профилю абсолютно то есть явно это было какие-то такие перестановки внутри да вот это как дико активных активных сделок да вот и на самом деле красный октябрь между прочим действительно как производитель конфет очень интересные у него большие перспективы между кстати китайцы очень любят и горит на 1 так что тоже может быть си тоже приезжал и красный октябрь сам это интересное что оказывается в еще в 2021 году красном октябре начал присматриваться другой крупный производитель конфета и по ходу он начал покупать и вот есть такое подспудное ощущение что вот этот рост он скорее вызван не какими-то фундаментальными изменениями в плане ведения бизнеса в плане ведения там перспектив самой компании очень похоже что до группу будто сгорает но это ты такой охлаждающий душ да да потому что надо очень аккуратно от нас для из россии не освобождать ли там уже красному октябрю всего замечательными штучками огромный рынок в россии стресс у людей стресс заедают сладки ну как бы тут можно по-разному нам смотреть ведь уход на следа это как вот пошел на сле и тут же вместо значит этого зайчика появился тут же хрутка появилась да и теперь мы всем пьем как а у меня дети любят какого хрутка да то есть хотя вот они разницы не чувствуют между на столе и хруткой так же как с доброй кубе да то есть у нас было не освободит особо я думаю что да вот я думаю что чисто вот именно с позиции производителей да то есть на самом деле ничего особо не поменялась наклейка да поэтому вряд ли это такой момент что у меня открылась такая но и коллеги вот игорь вот мысли по поводу этих акций условно горят сидит некий человек допустим даже он не знал но ему повезло 259 а это здорово фиксировать оставаться вот от улёши вон там горит это все подозрительно то есть вывод один фиксироваться конечно фиксироваться ждать пока нечего мы смотрели то отчетность которая есть я смотрел просто не только красный октябрь и мы смотрели три как бы роста это остальные представить но мы сейчас все из них это собственно говоря на балансе там нету прибыли несколько лет а есть небольшая прибыль зафиксированная около миллиарду у красного октября по итогам вроде как 22 года и собственно говоря примерно такой же убыток по итогам 20 21 в общем все около нуля и такие же примерно эмитенты на втором и третьем месте по доходности к сожалению налицо и видно действительно некую структурную трансформацию экономики и некие как бы сделки потому что это выросшие объемы торгов в этом году по как раз этим имитентом заметили второе и третье место это интересная энергия ркк у нас на втором месте это чисто ракетно-космическая корпорация энергии имени королева даже по названию понятно чем занимается родная лёв наверное конечно же в перспективе нас вообще нет информации практически по отчетности и объем заказов не есть речь но но объем заказов видно есть и здесь видно наверное покупка каких-либо знающих людей либо как бы наверное а сколько у нас начало там что-то в районе 130 по моему процентов на втором месте 132 процента а третье если говорить более точно все-таки это на втором месте акт привилегированной акции красного октября но мы их считаем что на третье более интересно да как амитент он это ашихинский мпз это и челябинский металлопрокатного прокатный завод а там кстати там скорее всего то же самое очень сильно выросшие объемы торгов показатели отчетности так а то которая была там пока показывают действительно там действительно есть некий рост выручки но опять же не такой большой как бы для того для таких ростов здесь идут я явно как говорит эливерс хизбзаду на структурной трансформации переходятся активы пытаются собраться в какие-то разные группы интересов и там сферы влияния да мне кажется что здесь знаете очень интересно то что игорь сейчас мы объединили вот этих трех да то есть но если красный октябрь это действительно чисто гутовская тема ну то есть она рыночная там совсем плюсы и минусами то конечно эркоэнергия да и уж ашинским мз он называется металлопрокатный завод то они среди своих ну понятно энергии вообще нет как бы конкурент а вот тот же ашинский завод он на самом деле среди своих прямых конкурентов ну достаточно второстепенен или даже третьестепенен он как бы играл свою роль интересную в том ключе что его часто в прошлые годы своего рода не любили или как сказать правильно потому что у него типа основной сбыт был внутри россии да то есть он наоборот все время пытался выйти на рынке даже по в двадцать первом году он считался что теперь пять процентов или семь процентов продукции он начал продавать в европу а может быть и действительно сейчас такая сложилась ситуация что при необходимости с одной стороны сильным а с другой стороны опять же это как раз тот завод который государством легче поглотить для своих нужд и зачем например как бы столкнуться с тем же ммк или там новолипецким да там на лунка да и поэтому вот здесь может быть вполне интерес да в том опять же к сожалению да просматривается что есть некоторые манипуляции с целью вздуть цены на этот ашинский завод чтобы государство продать подороже до его но это как вариант да то есть и это печалит да немножко именно по той причине что вот те лидеры которых мы видим да они все явно не связаны с фундаментальными или какими-то бизнес процессами то есть это явно какая-то конъюнктурная история она возникла в настоящий момент времени да и вот собственно этот момент времени явно разыграется кстати опять же не в пользу государства вот у нас часто любят говорить тоже такое общее что у нас в экономике очень превалирует государства между прочим по разным оценкам именно государство у нас предлежит не такая большая часть вот около 30 процентов всего до всех там компаний бизнесов так далее да и 70 это все руки частный сектор но и поэтому ашинский музыка как раз получается сдуть чтобы продать подороже государства не факт что это получится в конечном итоге какая-то отчетность есть и вот например за двадцать второй шесть месяцев красный октябрь ряшинске можно идти в на сайте раскрыть информации частности но по крайней мере там по операционной прибыли можно сравнивать с предыдущими периодами ну то есть мы имеем вот ярких лидеров очень впечатляющие цифры с одной стороны но в каждый раз есть некие соображения которые заставляют нас задуматься не является ли это некой активностью до легкой долей да окей на все с этим вопрос который вот обсуждается что во втором третьем эшелоне российских акций есть рост но либо сами инвесторы либо цб обращать внимание на одну проблему роста может быть но опасайтесь отсутствия ликвидности вот насколько эта проблема игорь сейчас стоит вообще перед российским рынком условно говоря вот я впечатлился пошел на челябинский завод или накупил вот акции на трюфеля я и трюфеля люблю и акции люблю вот а потом оказалось что ликвидности нет это еще не выстрелившие проблема или как есть и уже и падение в этом году поэтому конечно есть и вы и выстрелившие но эта история скажем достаточно давно длится насколько я наблюдаю это на по клиентам по людям которые как пытаются инвестировать на рынке очень много людей особенно и квалифицированных как ну как-то инвесторов даже может быть и квалифицированных тоже не не обращает внимание на ликвидность не только самих инструментов но и не могут правильно балансировать там свои портфели с точки зрения того что надо понимать что выйти можно как бы и не в это даже десятилетия в следующий или там вообще сидеть с этой бумагой с бумагой конечно кара что делать когда условно говоря человек нет не очень понимать даже постановку вопроса так в общих чертах что портфель может быть даже плюс показывать но он не ликвиден что делать я сталкивался с этим там на примере и даже сложно объяснить и потому что биржа у нас мвб в принципе сейчас до сих пор и публикует есть информация об объемах торговка каждый день конечно же стоит брать историю там не за один год и не за два лучше за 10 тех инвестор имитентов у которых есть вот в частности красный октябрь дневной объем торгов например красном октябрье может достигать там более 10 миллионов рублей то есть как бы если там какие-то моменты от взлетов и падений или каких-то структурных трансформаций там есть и большие большие суммы были дневные примерно это для понимания там скажем чтобы мы как пытаемся рассказать инвесторам это в принципе чем-то похоже на там рынок недвижимости понятный на российском рынке для российского обывателя там если говорить про падает спроса давать цен ну грубо говоря там по секторальным маленькие квартиры ближе в центре или других регионах они более ликвидны их можно продать там до несколько месяцев то здесь также рассчитывается этот показатель ликвидности с точки зрения в какой срок есть возможность тебя выйти в деньги продав тот или иной объект инвестирования красный октябрь и только действительно для только пошутить лучше съесть конфеты и потратить на конфеты наверное ну да в текущей ситуации я бы даже сказал что мы за год тоже делали анализ грубо говоря 200 миллиардов средний дневной объем торгов на рынке акций был до прошлого года скажем сейчас когда закрыты заблокированные счета и так далее соответственно средний дневной объем торгов упал в четыре раза практически мы имеем визу московскую биржу да и вам это то есть 200 ну сейчас вот он я до 50 50 миллиардов то что вот биржа отчиталась за февраль критично вообще но это надо у тебя иметь ввиду в четыре раза сократился спрос на окей прагматичный вопрос вот от российского инвестора который не хочет там допустим излишней зауме вот тоже вот начал формировать небольшой портфель естественно просто скажите пожалуйста какова вероятность что вот то что вчера было вполне ликвидно в одночасье может обрываться на самом деле очень очень вероятное событие абсолютно просчитываем тоже вероятный можно это рассчитывать на это именно поэтому мы начали диалог собственно говоря с фазе с облигацией где как бы ликвидность по крайней мере сохранилась на предыдущих уровнях с того периода но и надо понимать что при инвестициях именно учитывая эти параметры что ценные бумаги входят в ломбарный список что их могут в принимать залог банк россии они добавляют в целом ликвидность как бы говоря даже рядовому инвестору есть смысл обращать внимание входит та или иная бумага в ломбарный список банка россии но с точки зрения формирования портфеля соотношения структуры там как бы кто-то рекомендует в китае пять процентов не более то в принципе как бы какую-то процентовку соотношения если мы говорим про портфельные инвестиции они просто посмеяться над актимиром я кстати напомню нашим зрителям что ломбарный список банк россии это открытая информация на сайте цбр соответственно там уже легко одним нажатием кнопки за минуту посмотреть окей да но я бы напомнил сразу тогда что из него можно эмитент в банк россии иногда исключает да и тоже надо следить смотреть последнее что все-таки он если исключить так это все-таки облигация федерального займа но тем не менее там честно говоря вопросов к этому ломбарный список все равно есть как бы есть какие-то вертолет россии неликвидные и так далее ну что что из этого стоит брать не стоит брать ну по крайней мере посмотреть на список нам сегодня повезло в принципе что лидер вас там красное октября не энергия с ракетами потому что я представлю что игорь бы принес студию если бы окей от этих трех эмитентов перейдем комитенту который хоть и не входит в топ-3 роста но понятно что он больше всего на слуху это история со сбербанком вот на мой взгляд события ожидаемые во многом такой благоприятный для акционеров и для например фейнбэч и средства были вложены туда по 189 за акцию сейчас нынешние 200 с хвостиком это конечно ну выбрались из такого крутого пике но соответственно часто приходится напоминать что ребята либо мы сейчас фиксируем прибыль с той массовой и не получаем дивиденды либо соответственно получаем дивиденды но должны были готовы к какой-то коррекции мне показалось что вот эта история с графом это более четкая история чем газпром что во-первых граф более рыночный человек он не допустит вот такой истории порекомендовали отказали потом значит ложечки нашлись осадочек остался это в принципе хорошо всем бюджету хорошо российскому российской власти хорошо да и акционерам хорошо и и мне показалось что вот это решение было одним из триггеров что наконец индекс моек сдвинулся вот выше двух тысяч трехсот пунктов что еще кроме сбербанка в этом плане может оказаться любопытным если бы я вот спекулировал чисто бы акции без сбербанка то я бы честно сказал что я был очень сильно может быть вообще всю бы закрыл позицию еще до выплаты дивидендов да ну то есть за несколько дней буквально за день за два можно вот ну либо уж так так большую часть на доля наверное на дате отсечки может чуть чуть раньше потому что как раз такие наверно как умные не только я да ну да все умные прибегут и да поэтому пораньше начать продавать но это игры это было бы спектр то есть я бы не делал ставку именно как бы с долгосрочной позиции что все все прекрасно да и хорошо именно в сбербанке на именно вот еще раз подчеркну что сейчас выплаты дивидендов существенно больше чем прибыль ну несущественно больше чем прибыль который да да вот как раз выплачено да то есть и это наталкивает на мысль что все-таки это прибыль в больше в интересах прежде всего фнб государства чем непосредственно в среде там акционеров да и тогда но ну и опять же знаешь если вспоминать чуть чуть-чуть там обслуживаться с момента же слова баффета дивиденды нужно платить тогда когда руководство компании понимаешь она не сможет заработать больше на оставленных деньгах чем например человек положит деньги там все же у фазе да там ну баффет конечно говорить не про фазе но смысл принятия вот и поэтому я думаю что вот эта история которая сейчас дала драйвер российскому рынку она имеет краткосрочный характер и дальше мы скорее всего вернемся к более-менее нормальному какому-то режиму да от много опять же будет зависеть от внешнеполитических там событий да но рассчитывать что да эта история будет продолжаться также нет точно нет что касается рынка теперь дают возвращаемся там от сбера к рынку да то конечно рынок сбер это одна из глубоких фишек одна из самых больших фишек на то есть она конечно потащила за собой в том числе индекс аймоек и более того ну наш российский инвестор я не хочу никого обидеть да он зачастую смотрит на рынок но вот в такой в розовых очках да то есть он старается там видеть только хорошее плохое сейчас уже пошло много обсуждений да что наверное газпром будет платить такие же тоже повысить дивиденды да там и в тб это мы все остальные правда это или нет все возможно ну то есть но мне кажется что здесь опять же такой момент временный причем скорее всего он продлится какое-то время да дальше мы увидим коррекцию причем тут интересный момент что я например достаточно побычий смотрю на российский рынок но в разрезе трех пяти и выше лет на то есть но разыгрывать карту краткосрочную я не хочу именно по той причине причине потому что за а вот мое решение по сбербанку я часть фиксирую на стоимость часть все-таки оставляю под дивиденды может быть это самое такое разумное вот сыграть тут и нашим и вашим почему нет это же сильно опять же зависит от того как ты видишь свой портфель может быть сколько у тебя в портфеле сейчас но и вопрос ведь в том какую мы гипотетически предполагаем коррекцию после выплаты дивидендов она меньше чем того стоит дивиденды на акцию ну же тоже вопрос если она в два раза меньше кто конечно даст не тогда надо оставлять да но если она чуть чуть больше тогда надо продавать классические инвестиционной теории на мочом города что после отсечки до акции падают ровно на величину дивидендов да и фичи даже учитывая классическая наверное исторически даже провести исследование он примерно так и происходит то есть там же даже те кто чисто дивиденды же истории разыгрывает они же как обычно хотят получить дивиденд но считают что как раз не в момент когда они выплатятся вот например по итогу года все-таки акции до отрастут и тем самым будет от фиксен по сути да этот прибыль больше чем например могли бы получить на те же уфс да вот такая и эту идею там последние лет 5 наверно до 2022 года все время пытались значит развивать продавать и так далее но она частично но но как бы мы самое плохое в том что если мы возьмем для сравнения американский рынок и посмотрим эту историю на более длительном примере то получается да но есть этот период вот этих эйфорий да то есть когда так происходит а потом есть период совсем другой да это все сглаживается я думаю что ставка чисто на вот такие истории дивиденды да это не есть ставка долгосрочного инвестора поэтому наверное когда ты говоришь про я сделаю так или сделаю так ну это частично ведь тоже ответ на вопрос да я не знаю будущего правильно я не знаю будущее но грубо говоря я могу предположить вероятности но несколько наиболее крупных вероятностей этого будущего это мы там мы нам по силам всегда согласись другой стороны можно же вероятность grilled по-разному раскручивать правда с одной стороны 50 процентов продам 50 процентов остальное то есть ты оценишь с вероятностью фиффи фивте правильно тоже 1 собесед錢 я не оцениваю вероятность скажем еще одну которую можно было тоже тогда вы зарежете условно говоря до дивиденды будет выплачено будет очень серьезное обрушение тогда бы я просто продал не ну я вот как раз тут соглашусь именно в том плане что не стоит сдать свое серьезного обрушения то есть они могут действительно припасть даже больше, чем дивиденды, но это не будет падение в власть. На практике получается, что я и почему половину оставлю? Потому что я не хочу упустить все-таки вероятность, что я получу и дивиденды, и коррекция потом будет меньше дивидендов, да, а я еще останусь в акциях, которые потом еще подрастут. Все равно это нужно рассматривать с точки зрения в целом портфеля, да, то есть. Игорь и Алексей, а вот на ваш взгляд, кроме Сбера, который я у всех сегодня наведу на слуху, какие акции теоретически могут вот дать, например, такой же эффект в ближайшее время? Российские. Ну, не знаю, я бы добавил все-таки по акциям Сбера фундаментально, потому что надо понимать, что российский рынок, он всегда работал с точки зрения еще и секторальности как таковой, то есть, в какой-то момент в экономике в стране, скажем, идет финансовый сектор, потом вдруг металлурги подключаются, потом вдруг ни с того ни сего цены на газ выстрелят, кто-то еще подрастает. Это все было как бы видно на протяжении пандемии и так далее. У финансового рынка, мне кажется, самая сложная сейчас ситуация после санкционной борьбы, потому что на них давление было больше всего, и перспективы неоднозначные вообще финансового рынка страны с точки зрения инвестиций туда, но с другой стороны, если говорить про Сбербанк, это все-таки некая консолидация очередная, очередная монополизация, и как простой инвестор, который понимает, что при прочих равных лучше отдавать бы в меньшие риски, в том числе и с учетом того, что ФНБ и само государство владеет акциями этой компании, может быть, нивелируя как бы вот эти вот риски, даже там, скажем, просто инвестиционной привлекательностью вот этих вот шумов или каких-то даже судебных последствий, которые мы увидим по некоторым эмитентам в стране, конечно же, такие потенциалы роста, там даже, по крайней мере, сохранения капитала есть. Поэтому все, мне кажется, зависит от просто горизонт инвестиций. Если ты планируешь 10 лет Сбербанка, то, наверное, как бы, но надо быть готовым к просадочкам. Я бы дополнил, я, кстати, скорее скажу, не конкретных эмитетов, а метод, который можно было бы применить, с точки зрения потенциальных тех, кто, наверное, мог бы заплатить большие деньги. На самом деле, нужно взять и посмотреть, где государство имеет большую долю владения. Ну, понятно, там, напрашивается Газпром, ну, и там, Иркут, Иркут какой-нибудь. Ну, то есть ты считаешь, что туда хорошо? Да, я думаю, что если мы хотим сыграть спекулятивно, то есть нужно смотреть туда. А если мы говорим про компанию... Мы сходим из гипотезы, что так как государство здесь себя в дивидендах не обидит, то и нам достанется. Конечно, да, принцип очень прост. То есть если государство участвует, ему нужно сейчас пополнить бюджеты, закрыть, минимизировать те дыры, которые сейчас появились в нем. То есть дефицит же у нас большой, то есть надо частично его нивелировать. И там, где оно может рыночным механизмом вытащить через Дивы, это окей, логичная вещь. Там дело не может это сделать, оно может пойти другим путем. Вот как в последнее время обсуждал министр Суланов, да, единоразовый взнос. Или ДПИ, да, повышение СССР. Вот поэтому мне, в принципе, ситуация со Сбером, в общем, нравится, потому что это красивое, изюжное решение задачи и для государства, и вот эта неликвидность, как бы ФНБ частично решается, и, соответственно, и заодно и фондовый рынок поддержать. Дай бог, чтобы наши чиновники всегда мыслили, вот не как игра с нулевой суммой, да, здесь заберем там убыть, ну и черт с ними, а вот как раз таки синергия для всех. В общем, в этом смысле приятное решение. Ок, переходим к трем упавшим, потому что российский рынок это еще и падение. Что там? Ну, мне очень нравятся два падения, как раз про возвращаясь к монополистам, как бы МРСК-центр, МРСК-цепа, это, в принципе, как бы вот одни из лидеров падения, более-менее, там, скажем, рыночных, после отголосков 13 и 17 процентов они упали. Это энергопезовые компании, как бы одна в центральном регионе, вторая по Волжске центральном. Понятно, что их доходность на капитал на текущий момент регулируется государственными тарифами, то же самое. Текущая их там прибыль около 6 процентов годовых, которые закладываются, часть выплачивается, часть не выплачивается и как бы ждать, что будет выплачено что-то в дальнейшем непонятно. Но, тем не менее, если будут падать еще, то, в принципе, при доходности выше Сберовской, выше ОФЗшек и так далее, в принципе, интересно смотреть и такие варианты. Тоже с учетом и ликвидности, что они менее ликвидные или практически тоже не ликвидные, но, тем не менее, там, скажем, наполнить портфель в надежде на какие-то дивиденды и того, что, в принципе, электричество мы употребляем везде и всегда и, скажем, сложно будет иметь отсутствие электричества как-то продолжать не только работу фондового рынка, но и Сбербанка, и всех остальных. Ну, а кроме этих двух компаний? Обувь России и ОР. Да, но она немного упала, 0,5% с начала года. Обувь России, но на втором месте, если говорить после. То есть, у нас, по сути, с начала года, за первый квартал, у нас нет особых падений на российском рынке? На самом деле, да. Если мы возьмем вот третий шелон, как вот и морская центр за цепи, то есть, там, да, там есть минус 13, прям каких-то существенных нет. Если мы все сократим список, примерно до 50 имитентов, то у нас из падения появится обувь России, норильский никель, Тиньков еще. Ну, всем понятно, почему с Тиньковым, да, ситуация. Ну, давайте все-таки это проговорим. Ну, давайте, да, давайте. У нас же в России как? Всем понятно? Ну, всем разным. Всем по-разному. Тут, наверное, не в малой степени, да, сыграли, ну, само собой события санкций, но, на мой взгляд, здесь даже сейчас большую роль играет не санкции как таковые, а скорее вот история, которая очень пествовалась, да, до введения против Тинькова санкций, что Тиньков очень настойчиво говорил, что у нас, как бы, нет проблем, мы, наоборот, сейчас, да, даже начинаем заниматься там некоторыми вопросами, которые раньше Тиньков, как бы, ну, он всегда, конечно, как бы любой банк занимался, да, то есть, ну, он, как бы, это пытался поставить на более высокий уровень, да, то есть, занимая ту нишу, вот, которой, соответственно, отодвинули других, да, там, Альфу, там, участников. И вот, мне кажется, вот этот момент очень сильно насторожил рынок, потому что Тиньков, как бы, изначально всегда воспрямился как банк не связанный напрямую, да, хотя он через Потанина уже начал быть связанным, да, с государством, вроде как, чистая рыночная история, и вот это сильно ударило, с позицией именно эмоциональных ударило, да, хотя, честно тебе скажу, я вот считаю, что если мы берем как бизнес Тиньков, да, не как, вот, владение, структура, а как бизнес, мне кажется, что все равно этот банк, действительно, один из самых... Ну, я правильно, не испортят ли без старой команды Тиньков? Мы просто не знаем в этом случае, да, является ли наш один из самых серьезных, любимых олигархов, да, Гражданин, именно просто номинальным держателем, да, или все-таки он собирается банковским делом заниматься. Вот, на мой взгляд, это чисто догадка, не более того. На мой взгляд, в свое время он, наоборот, отстрадался отстраниться от банковского сектора, да, и, собственно, уходил от этого, да, и мне кажется, сейчас он скорее все-таки как некоторый номинальный держатель воспринимается, который мог... То есть, тогда получается, что Тиньков сегодня это такой черный ящик, да, в котором еще непонятно, что там вылупится, выкрестится. Ну, можно и с другой стороны посмотреть, что, может быть, он был нужен для, там, ну, если не обхода санкции, но, по крайней мере, используя расчетного инструмента, там, не только своих нужд, но и, как бы, там, компаний, а в текущей ситуации, там, скажем, наложение санкций, он, как бы, вообще становится, как бы, не нужным, как структура, собственно говоря, для этих расчетов, скажем, сможет ли он конкурировать, там, в текущей ситуации, там, с лидерами рынка, банка, рынка, без такого задора, который делал Олег, и, честно говоря, там вопросов достаточно много. Ну, это вопрос, который за гранью цифр, да, он у нас с вами, получается, лежит за гранью цифр. Каждый из нас должен для себя представить некую гипотезу, в которую он верит, там, да, и действовать за ней. И когда-то, когда Тинькофф вошел, а мне никогда не нравился этот маркетинг, этот образ, вот, ну, такой мальчик-гопник, да? Ну, просто, не по вкусу. И я помню на каком-то давным-давно лет, наверное, 10 назад, на каком-то банковском мероприятии, где я тогда еще был вице-президентом Ассоциации банков России, я должен был вручать приз в какой-то номинации, и досталось, не помню кому, по-моему, промсвязь банку. И я так немножко с эмоцией своей сказал, вы знаете, я рад, что вручаю приз настоящему банку, а не апгрейденной пивоварне. Значит, это, с одной стороны, кто-то посмеялся, но, с другой стороны, вот с годами я, конечно, даже признал, что я не прав. Потому что Тинькофф не просто попытался, как с пивом, надеть свое имя и айда пошел. А действительно, Тинькофф Банк, это было явление. Они молодцы, они встряхнули банковский рынок, они придали всему рынку некий драйв, это было красиво. Я очень был рад, с одной стороны, что я не прав оказался в своей такой жесткой оценке. А теперь я, можно сказать, не рад, что, возможно, я окружусь правом. Это очень грустно. Я не сторонник именно инвестиций в Тинькофф, потому что, на самом деле, если взять вообще историю Тинькоффа, не Тинькоффа, а Лего, а Тинькофф Банка, то эти акции всегда были дороги. Ну, почти всегда. На моде, наверное. Да, по сравнению с другими банками. И это, не в малой степени, это была, собственно, плата. Так же, когда Галецкий управлял магнитом, многие покупали магнитом за 8 тысяч, хотя он столько, ну, не столько. За красивый глаза Галецкого. За красивый глаза Галецкого. То есть, и вот это соотношение с точки зрения инвестиционного, оно всегда было неинтересным. И получается, что я бы даже в текущих обстоятельствах все равно бы не рассматривал Тинькофф как некоторую инвестицию долгосрочную, да, при всех там, может быть, и плюсах, даже если там бизнес будет продвигаться. Понятно, вокруг Тинькоффа всегда очень много разных неприятных разговоров, там, и клиентов, и так далее. Это все понятно. Но, да, этот банк, он технологичен был, да, и строился как технологичный, он очень интересен. Правда, шаг влево, вот эта технология вечно проблема сразу установила. Если действительно мы говорим, что команда не тянет, то, скорее всего, да, это просто получается очередной банк, пусть не второразрядный совсем, но уж точно не тот, кто там может вытянуть дальше, да. Ну, ты, наверное, может быть, его кто-то и купит какой-нибудь с Берта. Я добавил чуть-чуть, зная, как Леша, он как бы сейчас нагнетает, все плохо, все плохо, но он просто упал слабо, всего лишь 0,5% с начала года, но будет минус 20, 30 или даже 200, ну, как бы, первым будет первым покупать, как бы, больше, что в желтой подтяжке. Потому что и объем ему удалось, как бы, ну, собственно, говоря, объемы есть, в отличие от многих инструментов и некая история рынка, дай бог, это банк. Слушайте, коллеги, а вот такой вопрос в связи с объемами и вот инструментами. Вот я когда создал впервые в своем портфеле, не то, что я впервые в российских акциях, у меня был Озон, ну, все разное было в разное время, и Аэрофлот был, все было, да, а вот так целенаправлен целый портфельчик. Я взял туда Сбер, я взял туда некоторые АФЗшки, я взял туда Позитив Технологи, взял туда Новотек, и как бы в какой-то момент, знаете, немножко замер и стал думать, а для диверсификации я бы еще немножко взял хотя бы двух-трех эмитентов, а что брать-то? О, это хороший всегда вопрос. Я пробую, я хочу, ВТБ, несмотря на то, что подобно Сберу, значит, решение больших дивидендов, но акции ВТБ, мне кажется, самая большая, самая юморная, что ли, история на российском рынке, но не могу я это взять, ну, не могу, рука не поднимает. Ну, подожди, ты все-таки в портфеле вот этот, который ты сейчас обозначил, ты его как, вот, как рассматриваешь, как некоторые все-таки, смотришь, среднесрочная какая-то семья, либо все-таки, когда долгосрочная. Ну, это среднесрочная или долгосрочная, не знаю, это зависит от моей жизни, вот, я про жизнь-то не знаю, у нас среднесрочная или долгосрочная. Вот, я к тому, что основа этого портфеля лежит в одном, что вот сейчас, я думаю, наконец, хоть я и высмеивал этот вечно недооцененный, а он еще падает, что сейчас, как мне кажется, вполне возможно, что вот это как раз уже плюс-минус тот уровень, от которого при любом развитии сюжета экономического, политического российского рынка может отталкиваться, да? И второй момент, что попробовать работать с тем, с кем большинство моих соотечественников, инвесторов, просто даже вынуждены работать из-за отсутствия доступа, и зато без инфраструктурных рисков, то есть, ты за этот портфель, ты уж точно спокойно. Вот, как бы, основные побудительные мотивы для этого портфеля. Хорошо, давай так, в твоем портфеле, который на американском рынке, сколько имитентов? Более 80. Более 80, а в этом? Я перечислил все. Ну, не три, но вот Новотек. Ну, если у ФЗ не берем, потому что это облигация. Да, ну, государство будем считать. Новотек позитив, значит, Сбер, и вот я на падении купил норильский никель, полагаю, что, может быть, это неплохая история. Ну, то есть, у тебя еще на самом деле, как минимум, нужно штук пять или десять бумаг набрать. Ну, теоретически, вот я об этом и говорю. И я столкнулся внутренне с вопросом, а что? Вот вы бы, если бы, вот я просто по-приятельски позвонил Игорю или Алексею, ребята, как думаете, что вы добрать в портфель так? Ну, я даже не знаю, почему ты так обошел, например, стороной тот же, кстати, Магнит или тот же X5 Retail Group. В Магните мне не нравится Менефицар. X5, не знаю, кстати, хороший момент. Окей. Подожди, но давай так, а то у нас как с такси. Тебе шашечки или ехать? Извини, но нелюбовь к группе ВТВ, и мне кажется, в этой группе основной бизнес, конкретно для топ-менеджеров, заключаются не в успехе бизнеса вообще, а в процессах. Поэтому, извини, я же частный инвестор, значит, могу иметь частное эмоциональное мнение. Мне не нравится дотрагиваться до чего, до чего дотронулся ВТВ. Ну, смотри, Игорь же сейчас пошутил, что если Тинькофф упадет на 30%, я буду первым покупателем до этого Тинькоффа. Я, кстати, с Игорем согласен. Вот если бы он упал, я, скорее всего, Тинькофф уже был бы в моем портфеле. Окей. Икс-пятый вот ты назвал. Что еще вот может быть? Мы сейчас без претензий на инвестиционную рекомендацию Яну Арпулу. Можно чуть-чуть просто, если ты все-таки в большей части, как бы, и у меня были портфели, есть, наверное, что-то, как бы, я изучал достаточно давно разные инвестиционные, как бы, инструменты, в том числе иностранные рынки, там, как бы, ты сейчас изучаешь Он что-то хочет такое назвать. Так, кстати, казаховый. Я бы просто говорил, что если сравнивать российский фондовый рынок, то здесь, в моем понимании, без водителя, там, достаточно сложно. Это нельзя так же вот расслабиться, как бы, с подушкой безопасности. Ты ездишь в автомобиле иностранного производства и спокойненько, там, приобретаешь, там, по пять, по несколько имитентов. Здесь, к сожалению, там, как бы, ни регулятор, ни политика, ни биржа, никто не дает расслабляться не каждый день, там, как бы, и вот сейчас вот дать какую-либо рекомендацию, в принципе, наверное, можно на текущий момент, там, вот самое, то, что там обсуждается. Но здесь регулировать надо будет достаточно внимательно и, как бы, внимательно ездить за этим. То есть, ты бы взялся за этот рынок, уже не отличаешься особо, да? Да, 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 да. Здесь, к сожалению, совсем не клиент. Машина без гидроусилителя. Да, 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 примерно. Без подушки безопасности, без гидроусилителя. Риски биржа считает, как бы, плохо, на мой взгляд, там, да, по сравнению с другими, там, скажем, если анализировать. Банк России, наверное, может быть, как бы, хорошо работает, но в любом случае, как бы, не факт, что намного лучше справиться с инфляцией, чем ФРС. И здесь надо смотреть внимательно, скажем, я уж молчу про количество займов, которые сейчас и по каким ценам размещает Минфин. Вот смотрите, если вот дать какую-то простую рекомендацию, да, то есть, вот, в целом, то, о чем Игорь говорит, да, то есть, и... Ну, Игорь по сути говорит, ребята, если вы не хотите к геморрой, то переходите лучше в пассивные формы, да, работы на российском рынке. Ну, понятие пассивного, это что же такое больше территизированная штука, да, то есть, пассивное, активное управление. Я бы просто смотрел на это по-другому. Во-первых, мы сегодня затронули вот эту тему с ликвидностью, да, то есть, и, конечно, в моем портфеле, или в любом портфеле инвестора должно быть достаточное количество ликвидных ценных бумаг, да. Ликвидность отсеять легко. Берем ту же московскую биржу, смотрим объемы торгов, да, и смотрим, на кого приходится основная масса той самой ликвидности выливаем, да. Я думаю, что такая штука должна занимать в портфеле, ну, минимум процентов 70, минимум, да, если мы говорим про акции. Один момент, вот смотри, берем, ты говоришь, стакан и смотрим объем. Не стакан даже, объем, ну, просто объем торгов. Окей, вот объем из серии посмотреть за последний день? Нет, конечно, нужно посмотреть, как минимум за год посмотреть, да, где... За 10, например. Представь, ты не профессионалу советуешь, вот по ту сторону градуса сидеть, человек говорит, так, так, я мысль ловил, вы меня скажете, как именно посмотреть? Стакан надо смотреть. Что значит за год? Что значит за год? Что за графиком дневным, что нет ли резких перепадов, что это должно быть? Да, конечно, на самом деле стандартно, можем, если уж там смотреть, вот даже берем, вот простая рекомендация, взяли, например, за день, объем торгов. Это информация есть на самой бирже. По-моему, кстати, можно даже за месяц вывести, да, то есть вот объемы. На сайте, да, на сайте. Смотришь, кто попадает, дальше ты, например, берешь, у тебя там получится, ну, примерно 10-15 имитентов, да. Ты их потом строишь просто график и смотришь по объемам, да, сколько у тебя были объемы, то есть как они колебались, например, за тот же год, вот, ты говоришь за 10 лет, да. То есть ты сразу понимаешь, да, то есть, окей, то есть они вообще вот нормально там допсильно упалили там ну как они себя ведут да то есть от года в году на то есть ты построил то есть а понимание да вот эти бумаги ликвидны в целом на значит их нужно брать побольше но имеется в виду в объеме да не конкретного имитента в объеме вот этих вот ликвидных бумаг на а уж остальное вот например вам оставил то 20 или 25 процентов да ты уже может воду ну здесь я могу там не рискуете вот там в красный октябрь сыграть там еще во что-то в этом подобное кстати вот вы меня напомнили когда говорили о ликвидности я помню это был он конец 90-х я там работал за главного редактора в экономическом сми и разозлился на журналист который значит в новости дал вчера акции камаза взлетели на 10 процентов это еще взял одну сделку там одна сделка на этих акциях камаза это что повод 10 процентов люди поймут черт знает что и я вдруг по аналогии вспомнил а камаз довольно раньше часто звучавшая бумага до обсуждениях российского там что-то происходит вообще камаз очень интересная контора а это не не голубая фишка да то есть но это не третий эшелон то есть это нет акция второго эшелона и это бизнес который очень сильно реагирует на экономические изменения и регидают зачастую быстрее до чем происходят на самом деле эти самые экономические изменения между прочим даже из такой индикатор да как себя ведет именно рынок грузовиков с ними не автомобильный целый рынок грузовиков странах и вот смотрят обычно рынок грузовиков он даже какой такой предиктивным обладает показателем кстати опять же можно сказать рынок грузовиков сейчас пошел вверх на то есть он пошел первым это тоже интересная вещь но если мы говорим про компанию вот вложение именно в камаз я все равно отнесу это книг неликвидным бумагам то есть это в любом случае не очень по камазу линии вот два экономических на скиску соображения с одной стороны о внутренней рынок расширяется для камаза да а потому что не будет сканья не будет шкода не будет вольво с другой стороны а где они будут брать свои двигатели от компании каменс там да условно есть за есть это обобщенно экономическими глазами а с точки зрения ликвидности так себя да ну я говорю про бумагу что трансформация явно трансформация автомобильной отрасли она будет непосредственно связана с тем же с китайскими отношениями то что мы видим с москвичом да и со всеми другими то есть идет замещение сейчас вот снова вес туда собираются выпустить но уже с какими-то китайскими вариантами то есть я думаю что камаз пройдет ту же трансформацию но я бы просто не рассчитывал что у него прям открывается поле потому что ушли эти я думаю что те же китайские производители с огромным удовольствием сейчас поставлю сюда китай китайские именно грузовики вообще мне часто скажу мне не очень нравится производитель и никогда не очень нравились да ну потому что это очень такой бизнес старого типа старой экономики на и рассчитывать на получение там какого-то хорошего результата это на мой взгляд очень трудная история то есть как показатель да интересно как вот такая фундаментальная инвестиция куплю акции ford или general motors или камаза вот еще один момент по российскую мотку мои вот соображение как я начал делать свой экспериментальный российский портфель хочу держаться подальше от телекома что думаете поэтому то есть акции вроде первых даже эшелона да ну вот что не лежит душа в целом я с тобой соглашусь то есть наверно как любая бумага телекомовская тоже там лидерсификации в портфеле она подойдет но там тоже мтс но телеком он в общем-то его золотой век он собственно закончился и причем это и номеровых рынках и номерах то он закончится сейчас в основном если посмотреть за счет чего телеком пытается снуну следующие даю трансформации это по сути предоставление не услуг прямых связи да то всяких дополнительных сервисов поэтому сгрузить или ровно 5g ну это мне кажется больше вообще маркетинг вот это 5g мне кажется я это бывший 4g переупаковки но я к тому что вот это как бы уже как бы и телеком это как бы база так как вот банк да и вокруг банка существует на ночь компании борося системы экосистема вот телеком это также вот есть телеком да и вокруг него начинает обрастать всякие сервисы сейчас как бы время как бы относиться очень холодно к своим инвестициям считать доходности на капитал считать ликвидность и как бы не смотреть что мне нравится вот машинки или не нравятся машинки или я пользуюсь вот таким оператором или другим я понимаю но игорь согласись что например некоторые ритейлеры такие как магнит x5 или тот же самый телеком хоть мне он не нравится по другим причинам не вижу просто место для роста бизнеса но это скорее не эластичный спрос то есть какая разница как изменится доходы магнит люди ходить будут объединить настолько что от мобильной связи отказаться нереально да но среди чек может упасть как бы вы доходы просто могут упасть соответственно и продают ли регулировать как бы эту часть будет ли рентабельно соответственно конечно в первую очередь мы на текущий момент как бы говорили мы с этого начали про естественного на поле про монополии с гос участием и так далее это вот единство что сейчас на текущий момент может там скажем именно сохранить средства может основной часть все-таки действительно рынки все многие сейчас недооценены имеется ввиду российские но вопрос только не потеряете большую большую часть сохранить основной рост начнется после каких-то открытий глобальных там скажем инвестиционных части сейчас мы пока не видим там скажем с точки зрения опять же портфеля да скорее всего телеком в любом случае попадет ну просто потому что тебе же нужно набрать эмитентов побольше в портфель да да за чтобы он был более сбалансированно иначе он будет очень сильно зависим от парочки тройки да то есть но сделать ставку на рост я бы не стал но это вот такой если не уйдет с рынка вообще ну знаете я тут смотрю на это как-то более что ли с экономической что точки зрения да то есть ну опять же что не что уйдет ну не будет мтс будет мтс-2 на то есть потому что в любом случае да эти же активы существуют они работают они же не испарятся я говорю родились а делистинг ну это уже да мне кажется что вот это синдром из тайского мира все-таки остался исключением а то были опасения что начнется повальный исход в приватной компании мне кажется остался исключением а ян тут мне кажется очень интересная вещь есть два больших критерия делистинг бывает подумать там либо компания очень хорошая и конкретный инвестор стратегически хочет ее получить для себя лично указать в случае с твиттером и маслом но он правда не по экономическим соображениям но я могу даже прийти на российском была такая прекрасная компания был акционерами вера фарм назывался она сейчас мало кому известно там данной тогда была не особо известная на ней заработал там примерно 200 процентов прибыли она была прекрасной компании потому что по всем таким классическим рекламу она вот вела акционерное общество там увеличил это но компания была небольшой поэтому когда какой-то крупный игрок решила купить и перехватки тут же было собственно делом делистинг этих бумаг да и это кстати не только российская проблема это вообще проблема и в том числе мировая да то есть если находится хорошая компания и тоже буду делистинговать ну главное чтобы она ее можно было поглотить вторая да делистинг связан уже с проблемами самой компании но честно сказать здесь уже мы обычно видим намного раньше ведь когда идет делистинг поэтому я честно не думаю что можно вот даже делистинговать такие компании как мтс там при тоже нам слишком большой игрок да то есть чтобы ее вот вывести ну не знаю мне кажется наоборот вот эти компании они превращаются я к нам и говоришь на мне кажется что детский мир останется исключением и вот массовые исходы все-таки не будет да и денег на это нет и аппетита на какие-то супер игры сейчас нет я думаю что мы на может быть наоборот даже переживем некоторые ренессанс ближайшие лета там года три а может пять именно потому что у нас основная сейчас идеология да что у нас очень много у людей денег которые находятся как всегда на вкладку всегда гремова там 26 триллионов а мы хотим к ним получить доступа и государства придумают различные варианты как бы завлечь людей на рынок до помощь были народного фазе да то есть и так далее и наоборот учиться эти я думаю что сейчас она сделал первый правильный такой очень серьезный ход тут она ввела наконец налоги на депозиты я думаю что это вот намного лучше чем выпаду за это будет могут это да вот если бы еще усилила льготы на инвестиции в отечественные но из 3 готовят же из 3 готовят да но мне кажется это будет не очень достаточно до льготы недостаточно посмотрим как пойдет вопрос и из 3 вот слава богу что оксаков председатель домского комитета по финрынку считает что десятилетний срок это не совпадает с сроком эмоционального внутреннего планирования российского не то что мы инвестор опрос человека по сбережению денег и это я с ним согласен что ребята если хотите чтобы заработать но не десятилетний парковка денег должно быть но в российской нами правда реально надо было бы снизить этот дорог до лет до пяти было уже хорошо потом удастся ли ему отстоять эту мысль мне кажется тогда от этого будет зависит полетит и из 3 или нет окей но невозможно говорить о российском рынке без уфз потому что энное количество людей по тем причинам которые вначале сказал там просто не имеет доступа к другим не хочет вот эти инфраструктурные риски но при этом говорит о я согласен что может быть на российском рынке стоит поработать но зачем мне все те проблемы которых вы говорите ребята пойду-ка я просто в офисы что с физо сегодня на прошлой недельке были размещены три выпуска как бы минфин распечатал старые выпуска один это 52005 это как раз привязаны к индексу потребительских цен с номиналом почему-то непонятно для меня их относит именно к инструмента для кого инвесторов но наверно потому что сложно считается всего размещено было на прошлом деле 7 миллиардов этих этих прекрасных бумаг и почему-то непонятно не пользуются спросом как например облигации федерального займа там 241 серия 242 была выпущена там на этой неделе 241 на прошлой неделе и облигации с десятилетней дюрации 3 тридцать вторым годом погашения с доходностью делим больше десяти процентов годовых в рублях разместились ниже номинала иметь аукцион был по цене 95 процентов от номинала но прошли и принципе эта дюрация не так плоха текущий момент для понимания минфин выходит с какой-то периодичностью раз в неделю с тем или иным паттером 241 2 сектора это вот свежие которые выпущены не военные но надо понимать что на них там тоже и спекуляции достаточно серьезно если мы было например посчитали взлеты падения по ним выпущенная 41 или 42 размещенный минфин по 95 от номинала в какой-то момент роговалась 105 за эти два месяца поэтому там доходности можно делать и на этих бумагах больше и ликвидностью больше надежностью чем как бы и в красном октябре и но это тоже как бы тоже и о чем мы собственно говоря и говорили что все сложнее и сложнее здесь как бы надо заниматься как бы портфелями и размещена на 35 миллиардов бумага 20-летний дюрации сорок первом году в мае сорок первого года погашения с той же самой доходностью примерно это 10 76 но то же самое по аукцион был по цене 72 процента от номинала то есть там купон достаточно небольшой это старый выпуск 7 процентов купона дисконт который рынок как бы удовлетворил 72 процента от номинала тут про облигации как раз то сейчас рассказал игорь тут у нас классный будет задел встретиться в следующий раз и обсудить потому что сам факт интересный на как рынок запрайсил да и что хотел бы там минфин очень интересная такая экономическая подоплека и это бы прекрасно в следующий раз обсудить отлично тогда до встречи в следующий раз на нашем новом цикле попробуем вместе разбираться вот в том что сегодня можно реально делать без лишних слов и каких-то глобальных гипотез на российском фондом рынке